Вот уже несколько десятилетий жители села Косагаш, что в Алматинской области, ждут, когда их дети будут учиться в новой школе, строительство которой неожиданно приостановилось. Занятия в две смены приходится проводить в здании старого детского сада. В проблеме разбиралась Гульнар Жантасова. В школу эту я ходила, в 65-м году ее кончила. Мои родители эту нижнюю школу строили. На памяти 72-летней Ирины Тихоновой в Косагаше еще в советские времена не было новой школы. В старом здании училось не одно поколение косагашцев. Эта судьба выпала и на нынешних школьников. Лет 50 нету здесь школы. Школа нам нужна. И пусть ее побыстрее строят. Им современная нужна школа. Узкий коридор, несколько учебных классов и котельная расположенная прямо здесь. В таких условиях сейчас вынуждены учиться дети села Косагаш. Они и этому рады. Год назад школьникам приходилось грызть гранит науки в аварийном здании. А старый детский сад, где сейчас расположена школа, в более-менее приглядный вид привел сам учительский коллектив. Нам пришлось один большой кабинет разделить пластиковой перегородкой. Конечно, это для преподавателей очень неудобно. Слышно, как ведется урок в соседнем кабинете. Своими силами учителя приспособили под спортзал и старое здание сельского клуба. Однако зимой из-за несовершенной системы отопления здесь холодно. Разобрали сцену, пол полностью поменяли. На закуп стройматериалов район средства выделил. Остальную работу сделали сами. И вот с весны в Косагаше началось возведение новой школы. Родители и учителя вздохнули с облегчением, надеясь, что скоро дети будут учиться в лучших условиях. Однако радость длилась недолго. Неделю назад строительство остановилось. Так вопросы задаешь, они говорят, что финансирования нет, чтобы школу строить. За все лето один фундамент сделали. А так, по идее, это уже должны были хотя бы стены сделать. Общая стоимость проекта – 700 миллионов тенге. На этот год было выделено всего лишь 100 миллионов. По словам подрядчиков, весь объем работ на эту сумму они завершили. Теперь ждут остальные средства на продолжение строительства. Сдача объекта запланирована на 2020 год. По словам руководителя районного отдела образования Ермека Дусалбаева, возведение здания школы ведется под неусыпным контролем местного руководства. Однако окончание строительства объекта, как указано на этом баннере, запланировано на первый квартал 2020 года. Жителям Косагаша приходится только предполагать, уложатся ли подрядчики в срок при таких темпах финансирования и строительства. Гульнар Жантасова, Ужазвай Бусынов, Хабар, 24, Алматинская область.